Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. В общем, расскажу о пустых баночках. Я до этого ничего подобного не снимала, но в ютубе я видела много, что девочки снимают это всё. Сначала думала, зачем это всё нужно, но потом подумала, что, наверное, это подтверждение того, что какими-то продуктами вы 100% пользовались. И, значит, 100% можете сказать о них своё мнение. Тем более, если вы всё использовали, никому-то подарили и не выбросили, или не пропало у вас по какой-то причине. Первое, что давно я уже использовала, это шампунь Шварцкоп. Мне очень нравится шампунь и этот вот запах. В принципе, у меня никаких нареканий не было к нему. Но сейчас я пользуюсь, я купила Тиандэ себе шампунь. И, кстати, к Тиандэ у меня есть некие нарекания, потому что, когда, допустим, там какое-то время я не мою голову, да, видимо, она у меня либо сушится, кожа головы, либо ещё что-то, и начинает жутко чесаться. С этим вот, ну, не было шампунем у меня. Не знаю, в чём дело, в шампунь или, может быть, что-то другое. Я не знаю, я ещё это проверю. Но вот такой шампунь я использовала. И, в принципе, я не могу сказать, что я что-то классное, суперское нашла, да. У него хороший запах, он хорошо пенится. То есть, с ним быстро не жирнела голова, да. Поэтому вот этот вот шампунь, в принципе, я рекомендую. Я использовала вот такой. Я всегда пользуюсь для волос какими-то спреями. То есть, да, я сейчас помыла голову. Это у меня обязательный шампунь, бальзам, масочка. Дальше идёт кондиционер, потом идёт масло. Двух видов вообще. Ну вот дав я выполоскала всё это. В принципе, с ним очень хорошо расчёсывается. У него тоже очень приятный запах. Но так как я свежий такой. Но так как я люблю экспериментировать, находить что-то новое. И мне хочется, знаете, как пшикнули. Всё просто вот нереально. Вот пока я не найду такие средства, значит, я буду менять и пробовать. Но к дав у меня претензий нет. Опять же. Мне всё нравится, и цена, и качество очень подходят друг другу. Дальше для тела. Конечно, все знают уже мою соль, любимую. Я сейчас купила себе уже соль с розой. Это соль персиковая была. Я купила в Тиандэ. Что мне нравится, что она очень хорошо увлажняет кожу. И что она не оставляет следов в ванне грязных за собой. Она используется как скраб для тела, да. И в то же самое время она очень делает мягкую кожу. Что после неё не нужно наносить на тело масло. Она... Кожа очень увлажнённая и мягкая. Я рекомендую всем вот это средство. И дам ссылочку, в принципе. Также сегодня я вот что-то время... Лежала до этого всё это время на кровати. Ничего не хотела делать. Но я решила, что надо снять видео. Всё, видео закончилось уже. Надо целую серию видео снять для вас. И сегодня я решила помыть голову. Как раз таки всё, что я вам говорю, да. Всё это испытывала. И решила сделать масочки. Вот они у меня закончились. В Тиандэ я взяла вот такую масочку виноградную. Она начинает, так как сейчас уже вечер. Я сейчас ложусь в 9 часов вечера. Поэтому для меня 7 часов вечера сейчас. Это уже вечер. И пора сделать масочку. Вот. Я её сделала. Немножко, вы знаете, пощипывало лицо у меня. Странно очень. Особенно над губой. Я уже даже немножко анимела. Не знаю, с чем это связано. Но кожа после этого мягкая. 20 минут я походила с ней. Тоже покупала в Тиандэ. И также вот такие вот. Там есть, наверное, в коробочке продаются их несколько. Это моделирующие масочки под глаза. Они выглядят там вот так. Снимаете вот эту штучку под глазки. И 20 минут ходите. Тоже сделала. Ну, чтобы так супер-пупер что-то почувствовать. Не сказала бы вам. Ну, всегда приятно что-нибудь сделать, да. И... В общем, нормально. Дальше, что у меня закончилось, что я покупала. Вот это в фикс-прайсе. Смотрите, как высохли шарики. Я показывала их, наверное, вам, когда я покупала в фикс-прайсе. Они были такие гелевые. Их было там много. В общем, честно говоря, ради шариков, вот этих, чтобы пальчиком там поелозить, я купила. Вообще, очень быстро она израсходовалась. У меня мама точно такую же покупала. Я у нее сначала увидела. Говорю, наверное, у меня тоже уже такие шарики. Запаха от нее особо бы прям я не испытывала. Заходя домой, аромата и свежести у меня не было. Поэтому можете не покупать. В принципе. Дальше у меня, что, закончилась уже вот эта пудра. У меня просто несколько много, да. Полностью закончилась пудра. Вы знаете, самая лучшая пудра, которую я вообще покупала уже три раза. То есть, чтобы я прям так много что-то покупала, не было. Это 15 номер Max Factor. Натуральный. То есть, загоревшая я или светленькая. В принципе, мне этот цвет подходит под все. Он реально очень ложится плотно, да. Что можно синячки замазать там или еще что-то. Ровно ложится. Все матирует. Ну, в общем, очень классная. Пудра я ее вам рекомендую. Если кто-то пользуется пудрой и не знает какую, попробуйте Max Factor. Вот, натуральный номер. В принципе, у них есть такой же Max Factor Mousse тональный, который тоже у меня есть. Лежит как тональный крем. Но он достаточно плотный. Я сейчас пользуюсь только бибикремом. А, также вот в The Body Shop у меня закончились шарики. Но я их смешала с герленовскими шариками. Кстати, вот эта же девушка мне писала. Она рекламировала мне. Не рекламировала, а говорила купить. Вот, я смотрю. Оказывается, это The Body Shop. Девушка, которая писала мне в комментариях, показывала эти шарики. Я скажу, они не сравнятся вообще с герленом никак. То есть, пока что герлен шарик и пудра это number one. Потому что они заменяют и пудру, и контуринг, и хайлайтер. И необыкновенно красивый цвет. И отблеск отдаёт. Прям вот кожа становится дорогая, крутая. Прям, не знаю. Ну вот, в принципе, и всё, что у меня было. Что у меня закончилось. Всё остальное пока что у меня есть. Не спешит заканчиваться. И если вам что-то понравилось, конечно, пользуйтесь. Спрашивайте, если что-то заинтересовало. Надеюсь, моё видео было вам полезно. С вами была Селена Свой. Пока-пока.